Уровень Мертвого моря катастрофически падает. Издание Times of Israel пишет, Министерство охраны окружающей среды предлагает ограничить промышленную откачку воды и взимать за нее плату, добиваясь регионального соглашения о защите Мертвого моря и реки Иордан. В документе, составленном ведомством, говорится, что выкачка не должна превышать средний уровень за последние два десятилетия. Также предлагается взимать плату за такую откачку. Один из пунктов договора призывает возродить проект по переправке воды из Красного моря в Мертвое, который не был запущен в начале 2000-х, поскольку израильское правительство так и не утвердило свою часть финансирования. Проект предусматривал опреснение воды из Красного моря на юге Израиля, перекачку пресной воды в Иорданию, которая отчаянно нуждается в питьевой воде. Оставшуюся соленую воду предполагалось направить в Мертвое море, говорится в статье. Издание напоминает, с 1976 года Мертвое море сократилось наполовину, потому что примерно 1200 миллионов кубометров пресной воды, которая раньше впадала в него, были отведены Израилем, Иорданией и Сирией на нужды людей, а также потому, что заводы на израильском и иорданском берегах выкачивают из него воду для добычи полезных ископаемых. Океанические течения необратимо меняются. Из-за этого Северную Америку ждет резкое похолодание. Такой прогноз сделали климатологи из Познамского института в Германии. Кратко об их исследовании сообщает USA Today. Работа целой системы океанических течений в Атлантике, включая Гольфстрим, нарушена из-за вмешательства человека. Издание объясняет, как это работает и почему эта система важна. Мы об этом не задумываемся, но в мировом океане вода циркулирует, как отлаженный веками механизм. У поверхности океана из тропиков на север течет теплая соленая вода, а холодная перемещается на юг по дну. Благодаря этим течениям во всех регионах планеты держится относительно стабильная для этой местности погода. Если циркуляция воды остановится, нас ждет настоящая катастрофа, предупреждает автор исследования Никлас Бойерс. Это может вызвать сильные холода в Европе и некоторых частях Северной Америки, поднять уровень моря вдоль восточного побережья США и нарушить сезонные муссоны, которые обеспечивают водой большую часть мира. Это также поставит под угрозу тропические леса Амазонии и ледяные щиты Антарктики. Циркуляционные системы нашей планеты замедляются. Это происходит под влиянием многих факторов. Главный из них — приток пресной воды. Тает Гренландия, растет количество осадков и речных стоков. Автор статьи поясняет, пресная вода легче соленой и снижает склонность воды опускаться с поверхности на большую глубину, что и приводит к замедлению циркуляции. Отсутствие очищения приводит к раннему старению кожи. Об этом на страницах издания САН сообщила химик-косметолог Глория Лу. По словам специалистки, на кожном покрове неблагоприятно сказывается отсутствие очищения, поскольку загрязняющие элементы могут привести к образованию свободных радикалов. Данные частицы, в свою очередь, нарушают защитные механизмы организма и способствуют его увяданию. Кроме того, с негативными последствиями связан отказ от увлажняющих средств, которые помогают активным веществам в кремах и сыворотках оказывать должное воздействие при применении. О том, как питание жителей острова Крит стало объектом масштабного исследования материал французского издания Slate. Автор статьи, профессор Парижского университета и практикующий врач Борис Ансель пишет, все началось в 1950-х годах. В конце Второй мировой войны фонд Рокфеллера по просьбе греческого правительства начал изучать условия жизни критян и их пищевые привычки. В это же время американец Ансел Кейс из Миннесотского университета проводил другое исследование. Он искал связь между диетой и здоровьем в семи странах, включая Грецию, в частности острова Криты Корфу, указывает автор статьи. У жителей Крита был обнаружен самый низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты этих двух исследований позволили задуматься о защитном режиме питания критян, особенности которого следует изучать. Этот режим питания включает в себя много фруктов, овощей и бобовых, немного красного мяса, умеренное потребление рыбы, молочных продуктов, сыра и красного вина, а также жиров, в основном содержащихся в оливковом масле. Сливочное масло и сливки практически отсутствуют, поясняет Ансель. Третье исследование проводилось уже в конце 1980-х. Ученые на протяжении четырех лет наблюдали за состоянием сотен человек, которые придерживались средиземноморской диеты и подтвердили, при соблюдении такого питания значительно снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Автор статьи резюмирует. Разнообразие, качество жиров и богатство клетчаткой, присущей средиземноморской или критской диете, способствуют нашей долгосрочной приверженности правильному питанию, при этом уменьшается риск многих хронических заболеваний.